Доброго всем дня! Сегодня на канале Лисад Огород мы будем готовить украинские блины на лесники. Сначала мы приготовим тесто. Для этого нам понадобится 5 яиц, пол литра молока, я его вскипятила и подождала, пока оно остынет, до 40 примерно градусов. Также я подготовила муку, растопила сливочное масло, растительного масла, 1 столовая ложка примерно уйдет, ванилина, чайная ложка сахара и щепотка соли. И для начала мы 5 яиц разобьем. Добавим сюда щепотку соли, 1 чайную ложку сахара, можно и 1 столовую, кто как любит. Но с таким тестом можно даже сделать и мясные блинчики, с соленой начинкой, с грибами. Теперь хорошенько размешаем до однородной консистенции. Но только сахаром увлекаться не стоит, потому что от сахара блинчики горят на сковородке и могут быть темными. Теперь я добавляю сюда немножко муки и постепенно наливаю молока. Затем я наливаю растительного масла, одну столовую ложку. Добавляю также ложки 3, я растопила сливочного масла. Масло сливочное нужно брать с самой высокой жирностью. У меня домашнее, уже выше не бывает, а если покупаете магазинное, то надо брать качественное масло. И потихонечку мы будем подмешивать муку и чтобы размешивать, чтобы не было комочков. Степенно высыпаем оставшуюся муку и смотрим, чтобы тесто было не очень густое, потому что если тесто будет густое, то блинчики наши будут не тоненькие, а толстенькие. А я наливаю молоко сразу, когда делал, и муку, и перемешал, и все. Ну, тогда немножко дольше мешать надо, так быстрее, легче комочки разбиваются постепенно. Ага, ясно, в чем отличие. Я добавила к 500 миллилитрам молока 2 стакана 250 граммовых муки. И в последнюю очередь я добавляю ванилин. У меня не ванильный сахар, а ванилин, щепотку. Перемешиваю. И еще я добавлю, я вскипятила водички, 150 миллилитров воды, так как у меня очень густое молоко, домашнее, сейчас зима, и оно очень-очень густое. Если у вас магазинное молоко и маленькая жирность, то водички можно не добавлять. Все, теперь нужно, чтобы наше тесто отдохнуло где-то примерно полчаса, набухло клейковина, и тогда наши блинчики будут лучше жариться. Для начинки, пока тесто наше отдыхает, я беру 600 грамм творога, примерно 4 столовых ложки сахара, смотрите, по своему вкусу. Вкусу. Затем разбиваю 2 яйца. Опять же, если яйца дефицит, можно обойтись и одним яйцом. Сюда же я добавлю щепотку ванилина. Если любите изюм, можно добавить изюм или любые другие сухофрукты. Также начинку можно сделать мясную, любую начинку. Я сегодня делаю вот такую творожную начиночку сладкую. Теперь все вот это хорошенько мы перемешаем и посмотрим по творогу. Возможно, мы еще добавим ложку-две сметанки или можно сливок, если творог не очень жирный. Посмотрим сейчас. Я все-таки добавлю одну ложечку сметанки домашней и все это хорошо перемешаю. И еще вот этой картофелемялочкой я вот так еще помну, чтобы вот эта зернистость вся ушла, чтобы оно было такое, творожок был нежный и однородный. Вот начинку мы уже подготовили. Она примерно вот такая должна быть тесто. У нас еще должно отдохнуть минут 25. Подготавливаем сковородочку и будем выпекать наши блинчики через минут 25. А тем временем вот этим растопленным сливочным маслом можно подготовить противень, смазать его хорошо дно и бока. Ну вот, друзья, тесто отдохнуло у нас полчаса. Сковородку мы включили, она разогрелась. Теперь смотрите по диаметру сковородки. Я обычно на такую сковородку... Кстати, у нас сковородка с антипригарным покрытием. Вот такая вот посуда. Еще раз скажу, что очень довольна. Ссылочка будет под видео на эту посуду. Не надо... Раньше у меня была сковородка, надо было тряпочкой держать ручку. Сейчас красота. И кастрюли, вон с ручками такими, что не надо ухваток никаких. И сковородка. И блинчики не пригорают. Теперь я беру где-то пол половника теста, наливаю, распределяю его по дну, так, чтобы оно покрыло даже еще немножко больше. Видите, получилось. И здесь блинчики не нужно обжаривать до румяности, как обычно мы обжариваем блинчики. Только, чтобы вот сверху схватилось вот тесто, чтобы не было теста, потому что налистники румяными не обжаривают. Вот, схватится тесто и все. Налистники обычно, когда на свадьбу готовят у нас, то обжаривают только с одной стороны, но по желанию и по привычке мы обжариваем с одной и немножко с другой стороны. Сейчас обжарим вот так все блинчики. Здесь не нужно, чтобы они были дырчатыми, блинчики, а вот чтобы они были вот такие вот, вот такие, без дырочек. Ну и вот так мы обжарим сейчас все блинчики. Поступим так со всем тестом. и дальше продолжим. Блинчиков мы напекли, теперь будем их начинять начинкой. Берем вот налистник и примерно так одну столовую ложку, даже это десертная ложка начинки распределяю по блинчику где-то до половины. Вот так, потому что мы будем сворачивать, чтобы начинка не вылезала с блинчика. Вот так. Теперь скручиваем в трубочку. Можно так же, как обычные блины, вот здесь еще и края подгинать, но я сделаю так, как у нас делали. делают сейчас. Затем примерно на половинку я вот так разрезаю и буду складывать на противень. Вот противень я смазала сливочным маслом растопленным и теперь вот таким образом буду складывать наши налистнички. Вот так по кругу мы и пойдем. сложим. Важно еще вот так немножко его прижать этот блинчик, чтобы он не раскрывался. Опять разрезаем и складываем. Квадратный противень проще сложить, но у нас круглый и мы его вот так по кругу и сложим. немножко у меня не поместилось, но ничего страшного, я вот так смажу сливочным маслом и вот эти также уложу сюда и теперь все сверху растопленным сливочным маслом мы также смажем и с добрым трошечки сметанкой чтобы не были наши налистники сухими вот так немножечко домашние тоже желательно жирность как побольше ну и все духовочка у нас включена до 180 градусов отправляем налистнички в духовку вот смотрите я на второе деление снизу чтобы они не подгорелись снизу и сверху чтобы не прижарились до подрумянивания только увидим как наши налистнички подрумянились и они готовы ну вот блинчики наши налистнички уже 15 минут находятся в духовке при 180 градусов они уже подрумянились кстати можно не разрезая сложить в утятницу перемазывая каждый слой сливочным маслом и запекать в утятнице или в каком-то казаночке так у нас тоже раньше запекали а можно вот этот противень просто подготовить поставить в морозилку заморозить к новому году и затем просто разморозить поставить в духовочку и у вас будет уже заготовочка а ссылочка на вот эту прекрасную духовку у нас есть под видео вы спрашиваете ах иди сюда на лисничок сейчас попробуем вот такие друзья на лисничке у нас подавали как к сладкому столу на свадьбу на различные торжественные мероприятия и обычно вот первый стол холодные закуски потом подавали горячие а потом к сладкому столу давали на лисники и дарили уже молодоженам деньги или подарки и никто не уходил пока не будет на лисников короче на лисники подают значит раскошеливайся и проваливай да на лисники это было лакомство никто не пропускал сейчас пробую этот аромат ванили этот нежнейший вкус очень вкусно не узнаете пока не приготовите до свидания подписывайтесь делитесь с друзьями и веселых вам праздников всего хорошего с наступающим пока